Привет всем! Рад видеть вас на канале в поисках золота и старины. Хотите узнать, что и за сколько продают повисковики и коллекционеры? А посмотреть есть на что. Бывают в продаже разные монеты, находки древности, награды и просто очень интересные и необычные лоты. Ну как говорят, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Приступим! И первым лотом у нас будет вот такая вот шикарная награда. Полиция, люкс, так свой лот назвал продавец. Материал серебро, состояние X-Fine, зеркальный, блеск, гурт в отличном состоянии, госчекан, санкт-петербургский, монетный гор. Без реставраций, патина родная. Стартовую цену поставил 195 долларов. За лотом следило 89 человек, было сделано 167 ставок. И такая награда продана за 628 долларов или 39 977 рублей. Крест Киевской Руси. Материал серебро, эмаль, позолота. Состояние смотрите по фото. Крест Киевской Руси из серебра в перегородчатой эмали в позолоте. Это у нас 12-13 век. Найден этим летом. Место находки Киевская область. Вес такого красавца 15,1 грамма. Ничем не чистил, только помыл водой. Стартовую цену поставил около 3 долларов. За лотом следило 328 человек. Было сделано 28 ставок. И такой крест продан за 1560 долларов или 99 133 рубля. А вот у нас чердачная находка. Немецкая каска без подшлемника. Материал железа. Состояние смотрите по фотографиям. И фотографий было много. В описании продавец добавил каска из чердака. Краска, эмблема и надпись все родное. Металл живой, без сквозных дыр. На макушке два маленьких пятнышка с горошиной. Смотрите пожалуйста фотографии внимательно. Стартовую цену поставил около полудоллара. За лотом следило 85 человек. Было сделано 155 ставок. И такая каска продана за 214 долларов или 13760 рублей. А вот смотрите какая древность. Римская фибула. Материал не определил продавец. Состояние смотрите по фото. Материал изделия белый с зеленым налетом. Мое мнение Рим заколка. Так написал продавец. Стартовую цену поставил 104 бакса. За лотом следило 57 человек. Было сделано 64 ставки. И такая старина продана за 326 долларов или 20941 рубль. А вот у нас амулет ЧК. Или еще как называют в народе ароматница. Материал золота высокой пробы состояния. По фото стартовую цену продавец поставил 77 долларов. За лотом следило 15 человек. Но было сделано 39 ставок. И такой амулет продан за 203 доллара или 13 029 рублей. А вот смотрите какой раритет. 2 копейки 1927 года. Материал алюминиевая бронза состояние. По фото поисковик даже боялся сразу ее мыть. Личная находка монетка не чистилась. Смотрите фотографии. Стартовую цену поставил 656 долларов. За лотом следило 273 человека. Но под конец торгов так никто и не сделал ни одной ставочки. Я напомню продавец хотел 656 долларов или 42 110 рублей. После окончания торгов ему посоветовали поставить монетку с низкого старта. Что он и сделал. Так что будем следить. Скоро будет финиш. И опять у нас старина. А именно топор молот. Материал медь. Состояние по фото продавец уточняет. Что медный топор весит 1 килограмм 300 грамм. И это его личная находка. Почистил только от земли и помыл водой. Стартовую цену поставил меньше 1 доллара. За лотом следило 33 человека. Но было сделано 80 ставок. И такой топор продан за 232 доллара или 14 912 рублей. Были на прошлой неделе и вот такие вот красивые награды. А именно зова русско-турецкая война 4 степени. Под номером 38 424. Материал серебро состояние. Смотрите по фото в описании. Продавец уточнил. Николай Шут, унтер-офицер 125-го пехотного Курского полка. За дело под городом Плевна. 18 июля 1877 года. Стартовую цену продавец поставил 772 доллара. За лотом следило 55 человек. Было сделано 25 ставок. И такая награда продана за 892 доллара или 57 220 рублей. Крепешок бронзовый. Это у нас Киевская рут. Часто они попадаются поисковикам, но большинство их сломаны. Материал бронза состояние по фото. Продавец уточнил, что высота с ушком 4,5 сантиметра. Металл крепкий, ничего нигде не сыпется. Стартовую цену поставил меньше доллара. За лотом следило 48 человек. Было сделано 93 ставки. И такой лот продан за 68 долларов или 4372 рубля. А вот смотрите, пускай недорогой, но очень интересный лот. Это у нас спички. Все силы на борьбу с фашизмом. 1942 год. Оригинал. Материал дерева. Спички военного выпуска с этикеткой. Такие выпускались примерно в 1942 году в городе Уфаб. Фабрикой 1 мая. Оригинал 100%. Стартовую цену поставил меньше доллара. За лотом следило 59 человек. Но было сделано 130 ставок. И такие спички проданы за 33 доллара или 2093 рубля. И какая интересная табличка. Она у нас из пограничного столба. Материал чугун. Вес 6 килограмм 800 грамм. Длина 48 сантиметров. Ширина 30 сантиметров. Смотрите внимательно фотографии. Табличка с пограничного столба Австро-Венгрии. Со стороны Галиции и Российской империи. В период правления Габсбурга. Стартовую цену продавец поставил в 38 долларов. За лотом следило 43 человека. Было сделано 13 ставок. И такая табличка продана за 270 долларов. Или 17 340 рублей. И опять старина. А именно Акинак скифы 36 с половиной сантиметра. Материал железа. Состояние по фото. И продавец уточнил, что это личная находка, которую он только помыл водой. Конечно же его спросили, а где нашел? Он ответил, найдено в Кировоградской области. Вес около 230 грамм. Стартовую цену поставил около 4 долларов. За лотом следило 28 человек. Было сделано 63 ставки. И такой меч продан за 160 долларов. Или 10 305 рублей. А вот у нас лот времен СССР. А именно педальная машинка. Велосипед Мотороллер под названием Крошка. Материал разный. Состояние по фото в описании. Подавец пишет все дефекты. Видны на фото. Дополнительные фотографии. Простите все сделаю. Стартовую цену поставил меньше 1 доллара. За лотом следило 78 человек. Было сделано 102 ставки. И такой Мотороллер продан за 158 долларов. Или 10 156 рублей. Вот тебе и кроха. И опять у нас меч. Только на этот раз уже гунный материал. Железо. Состояние по фото. Меч ровный на рукоятке. И при кресте серебряные ставки. Размеры смотрите на фотографиях. Стартовую цену продавец поставил 386 долларов. За лотом следило 15 человек. Было сделано всего 2 ставки. И такой меч продан за 388 долларов. Или 24 900 рублей. Достаточно интересная монета. А именно 4 копейки 1762 года. Барабаны перечекан с 1757 года. Не частая материал медь. Состояние по фото. Смотрите внимательно фотографии. Стартовую цену продавец поставил меньше 1 бакса. За лотом следило 17 человек. Было сделано 125 ставок. И монетка в таком состоянии продана за 60 долларов. Или 3857 рублей. А если б был сохран, было бы в разы дороже. Фибула золотая рубежи. Эры так назвал свой лот продавец. Материал естественно с долота состояния. Смотрите по фотографиям. И продавец уточнил, что находку даже не мыл. Стартовую цену поставил меньше 1 доллара. За лотом следило 47 человек. И такая шикарная находка продана за 521 доллар. Или 33 440 рублей. Монетка Гданский Орд Сигизмунда 3 1612 года. Материал серебро. Состояние по фото. Продавец уточнил, что это его личная находка. Стартовую цену поставил 19 долларов. За лотом следило 45 человек. Было сделано 65 ставок. И такая монета продана за 162 доллара. Или 10 404 рубля. И последний лот на сегодня. Для любителей фарфора. Такая вот красивая статуэтка балерина. С веером материал. Фарфор состояние отличное. Нет никаких сколов и трещин. Смотрите фотографий. Фотографий было действительно много. Стартовую цену продавец поставил 58 долларов. За лотом следило 33 человека. Было сделано 51 ставка. И такая красивая статуэтка продана за 89 долларов. Или 5722 рубля. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова